добрый вечер дорогие друзья всех приветствую с вами татьяна курганова те кто смотрит на впервые коротко представлюсь в профессии я врач врач акушер гинеколог но 12 лет я уже в корпорации сибирское здоровье sibirian wellness и понятно что за эти 12 лет постоянно обучаюсь имею сертификат нутрициолога и сегодня друзья наши с вами тема это антипаразитарная программа найти и обезвредить вот такое яркое название ну и вначале я хочу рассказать свою историю я пришла в корпорацию сами понимаете дипломированный врач высшей категории да вся такая скептически скептически настроена вы знаете как я долго вникала изучала мне надо было прям до сути дайте и понять как работает продукция естественно конечно же я начала принимать наши замечательные продукты начала я с истоков чистоты вот месяц я пью вообще никакого эффекта второй месяц пью вообще понять не могу но ладно пью сказали побольше воды пить ладно пью дальше три месяца пью но ничего особого так не чувствую все нормально все хорошо это я сейчас понимаю что относительно организм мой был нормальный так скажем да и вот я решила пропить три гель знаете в принципе я его нормально переносила но где-то ближе к окончанию я обнаружила простите за подробности до глиста где-то сантиметров 12 представляете вот это был шок вот это был шок потому что я себя всегда считала вот со стороны жкт вообще нормально никогда проблем не было и понимаете жила с этим ничего не чувствовал все у меня нормально вообще абсолютно все нормально вот друзья тогда я поверила продукт работает и сразу же конечно у меня и старшая дочь пропила три гель потому что я вышла из туалета меня узнаете так потряхивала и младший дочь кстати младший дочь на тот момент студентка да у нее угревая сыт по всему телу было и вот она пропила три гель и кожа стала чистой вот так вот дорогие друзья и с тех пор я три гель я и моя семья продеваем регулярно из каждую весну и каждую осень вот об этом мы с вами сегодня и поговорим о замечательном нашем продукте антипаразитарном а других программах нужно ли готовиться или не нужно ну давайте начнем что такое паразиты паразит из греческого это сосуществующий организм то есть это организм которые вне другого организма не могут существовать и паразиты они же разные бывают это и вирусы это и бактерии это и крупные гельминты черви да и все паразиты они используют человеческий организм как среду питания обитания и некоторые гельминты например ленточные черви они не имеют своей даже пищеварительной системы некоторые даже размножаться не могут вирусы например это внутриклеточные паразиты они сами не могут размножаться они соединяются с ядром клетки и начинает как серкс штамповать клетка начинает зараженный вирус начинает штамповать то есть они используют организм для своих целей и существует совместно с другими организмами и соответственно в организме человека вот и немножко цифр по данным ввоз заражено более четырех с половиной миллиардов на самом деле цифры может быть и больше точно же вот как я например жила и не знала да что у меня там аскорида живет аскоридозом энтербиозом заражено до восьмидесяти населения восьмидесяти процентов населения планеты я бы еще сюда еще добавил лимблиозом у человека выявлено более двухсот семидесяти видов гельминтов 278 такую цифру слышала да и ну 40 только являются такими облигатными и 12 так наиболее часто встречающимся вот на территории россии известно около семидесяти видов и встречается 18 20 и по данным институтом паразитологии вот российского более 20 миллионов человек россии постоянно заражено паразитозами и как паразиты попадают в организм ну понятно что с пищей что водой это самый такой распространенный путь и конечно же здесь нужно обязательно всегда об этом помнить всегда это санитарно-гигиенические мероприятия нужно об этом постоянно говорить напоминать особенно детям пришли домой помыли тщательно руки обязательно пить мыть овощи и фрукты обязательно зелень траву вот есть некоторые любители я кстати тоже вот саду бывал и так любила с грядочки сорвать укропчик петрушечку похрустеть все свеженько такое да вот с тех пор я больше никогда так не делаю да всегда обязательно зелень моешь тщательно течение в течение пяти десяти минут просушиваешь вот эти все мероприятия обязательно нужно соблюдать контактно-бытовой знаете проводили исследования в детском садике да и практически на всех предметов обихода находили яйца глист это и острицы и аскоридовы самые распространенные понятно что и воздушно-капельный путь есть передачи и половой при половых контактных ведь паразиты бывают одноклеточные правда же вот таких например как бактерии как хламидия распространенная через укусы насекомых тоже вот малярии вы знаете есть такое распространенное на юге заболевания в тропическом тропическом климате через укусы комаров передаются брюшной против через укус передается блох и так далее ну и есть конечно вертикальный способ передачи от матери к плоду даже внутриутробно могут передаваться и вы сразу видите да методы способы необходимой защиты от паразитов вот это и гигиена рук это гигиена одежда обязательно уборка помещения обязательно с различными антисептическими предметами вот особенно в детском садике уборку делают с хлоркой и так далее да ну конечно репелленты средства защиты все это нужно обязательно употреблять и как же влияют на организм паразиты почему это плохо патологическим воздействие связано именно с прямым повреждающим действием знаете у нас недавно соцсетях вот в уфе случаи вот во всех соцсетях я прочитала до мужчину сорок с лишним лет привезли с острым перитонитом в больницу скорой помощи и прооперировали и представляете причина была глист бычий цепень длиной где-то метр двадцать он про прогрыз стенку кишечника у него начался перитонит ну это вообще обычно глисты так не ведут себя да а это вот такое механическое повреждающее действие было и вот прооперировали этого мужчину этого глиста удалили слава богу все нормально все хорошо да но вот такой случай и он встречается и в наше время поэтому здесь механическое нарушение слизистой кишечника желчевыводящих печени все это имеет место быть следующее это конечно иммунодепрессивное состояние вот с мелкими паразитами наша иммунная система может справиться и очень много вы знаете иммунных клеток именно в кишечнике потому что слизистая кишечника это граница граница между вот как кожа граница между внешней средой внутренней средой а в кишечнике слизистой кишечника это тоже граница между внешней средой и внутренней средой и поэтому там на страже этой границы очень много иммунных клеток и вот яйца паразитов они очень мелкие и с ними может справиться иммунной клетки. Главное, чтобы они там были, правда же, и были бы активными. Но если глист уже, например, большой, то с ним иммунная система справиться не может. Кроме того, крупные гельминты, они вырабатывают вещества по типу ферментов, которые вообще угнетают иммунную систему и не дают иммунной системе их распознавать. Поэтому они очень долго могут скрытно так сидеть, тихонечко жить, за счет вас. И вы даже об этом не знаете. Конечно же, они нарушают обмен веществ, особенно углеводный и жировой, потому что очень многие гельминты, клетки паразитов, в частности хламидии клетки, и другие бактерии, одноклеточные паразиты, они даже не могут производить энергию, поэтому они живут за счет другого организма. Им нужна эта энергия, поэтому очень часто хочется именно жирного, очень хочется сладкого. Вы знаете, что и жиры, и углеводы, это как раз доставляет наш организм энергию. И вот раньше всегда считалось, что у кого глисты, те люди худые. Но нет, друзья, нет. Может и наоборот. Если человек очень постоянно хочет и углеводов, и жиров, да, естественно, у него нарушается этот липидно-жировой обмен, и вес может даже набираться. Понятно, что в процессе своей жизнедеятельности они тоже свои метаболиты выбрасывают, поэтому эндотоксикозы, очень частые продукты жизнедеятельности гельминтов, как раз вызывают вот это вот токсическое поражение организма. Нарушается и кровоснабжение, и лимфообращение, и угнетается микрофлора кожи, и не только кожа, микрофлора в кишечнике та же угнетается. И понятно, что это все влияет на нервную систему, и тормозят рост, и развитие детей. Это тоже все имеет место быть. И очень часто у такого человека и иммунодепрессивное состояние, и он склонен ко всем аллергиям. Почему? Потому что, ну, представьте, вот сидит там чужеродное такое тело у вас внутри, да, а иммунная система с крупными особями, она уже не может справиться. Но это же есть, организм же, она на это будет постоянно реагировать. И вот иммунная система в постоянном напряжении, поэтому и возникают различные аллергические реакции. И паразиты, они обладают особыми адаптивными способами. Например, они, некоторые не могут распознаваться иммунной системой. Я уже говорила, что вырабатывают по типу ферментов вещества. Понятно, что они особо плодовиты. Несколько миллионов. Взрослая аскорида может откладывать яиц, несколько миллионов яиц, потому что и гибнут яйца очень часто. некоторые имеют специальные присоски, вот как сосальщики, как цепни, крючки, вот цепни имеют, которые способны крепиться к живым тканям. И понятно, что они, очень многие анаэробы могут вообще без кислорода жить и, как правило, ведут скрытный образ жизни. И какие же клинические проявления могут быть? Вы знаете, клинические проявления могут быть самыми разносторонними. Они не специфичные. Они могут иметь разные маски. И инфекционные, и неинфекционные заболевания могут быть у человека. И понятно, что это трудности диагностики вызывает и осложняет течение имеющихся заболеваний. Со стороны желудочно-кишечного тракта какие-то могут быть нарушения. Это неприятные ощущения, метеоризм, сдутие, реакции на жирные. Жирного хочется, а поел тебя подташнивает. Тошнота по утрам. Различные воспалительные заболевания, я уже говорила, обусловлены и механическим сдавлением, и гастрит, и колиты, и холециститы, если живут в желчных путях, аписторхи, например. Зуд в заднем проходе очень часто бывает, особенно когда аскориды, астрицы, например, откладывают яйца именно на выходе. Это опять приспособление, человек так почесывает это место, и опять-таки происходит заражение. Поэтому от острицами точно можно освободиться только гигиеническими методами. то есть ни в коем случае даже если зуд, то через ткани это все делать, обязательно мыть тщательно руки, обязательно тщательно кипятить белье, проглаживать с двух сторон, и через месяц при всех вот этих мероприятиях вот острицами могут выйти просто. То есть цикл развития у них ровно месяц. Какие еще проявления? Склонность к аллергиям, различные дерматиты, и атопические дерматиты, и крапивницы. Все это могут быть признаками тоже наличия у вас паразитозов. Повышенное чувство голода, а иногда наоборот. постоянно хочется кушать, постоянно хочется сладкого, жирного. Иногда до обмороков чувство голода человек не может переносить. А иногда наоборот. Часто у детей бывает, что они отказываются от еды, не хотят, у них плохой аппетит, особенно если лимблиоз, например, сладкое хочу, а остальное все не буду. Вот такое у них бывает. И если есть у вас иммунодепрессивное состояние, конечно, вы будете очень длительно и часто болеть простудными заболеваниями. Таким категориям нужно обратить внимание на вот эти все симптомы и, конечно же, предпринимать какие-то действия, о которых мы поговорим. Синдром хронической усталости, стойкоанемия, и вообще белковое голодание, дефицитное витаминное состояние, то есть даете анализы, вроде пьете витамины, а у вас дефицит и фолиевая кислота, и витамины, да и так далее. То есть клинических проявлений очень много. И для кого особенно показаны антипаразитарные программы, конечно же, это всем, кто имеет такие нарушения, и другие, даже если хронические какие-то болезни неспецифические. Конечно, детям обязательно нужно проводить антипаразитарные программы. Ребенок растет, он познает мир через ощущения, через рот, так скажем, руки постоянно во рту, где помоешь, где руки, а где не успеешь помыть. Поэтому в зоне риска паразитозов, конечно же, дети. Конечно же, это владельцы домашних животных, это люди, ведущие домашнее хозяйство, это живущие в частных домах, которые садоводы, вот сейчас начинается сезон дачный, вот все это в группах риска, но по сути дела, друзья, мы все уязвимы, потому что паразиты повсюду, паразиты везде, со времен зарождения вообще жизни на земле паразиты уже всегда были. не так все страшно, потому что у нас эволюционно-генетически, так как учитывая, что паразиты были с нами всегда, у нас сформировались уровни защиты, и они начинаются уже с ротовой полости, даже слюна обладает, она кислая должна быть и обладает таким вот антипроцитарным действием, то есть мелкие какие-то паразиты, даже если попали, даже невидимым глазом, они даже, если у вас кислотность не нарушена, они могут погибать. И, конечно же, это желудок, желудочный сок, он тоже кислый, и очень много яиц, они погибают уже в желудке, даже попадая в организм человека. И второй уровень защиты, это кишечник, это и кишечный сок, и это и иммунные клетки, и это моторно-эвакуаторный, эвакуаторная функция кишечника. То есть для того, чтобы паразит, например, вы проглотили яйцо, например, глиста, для того, чтобы выросла живая особь и закрепилась это все, и глист должен, яйцо должно продержаться не менее 20 часов в человеческом организме. если у вас в кишечнике все нормально и моторно-эвакуаторная функция не нарушена, то все это, знаете, транзитом проходит. Самое главное, что? Чтобы и желудок, и кишечник, весь ЖКТ был нормальным. Еще желчь, она очень щелочная, очень, это самая щелочная среда в нашем организме, также обладает антипаразитарным действием. Желчные кислоты, они очень агрессивные, и это как раз и есть защита. И наша главная задача, чтобы эта желчь оставалась щелочной, а не в сторону закисления. Как только желчь начинает ПАЖ свою терять, вот ПАЖ желчи около 8, например, будет уже 7,5, то она уже не будет обладать таким антипаразитарным действием. И наша главная задача, что? Это чтобы наш желудок был здоровый, чтобы кислотность была не нарушена, чтобы кишечник был здоровый, чтобы запоров не было. Третий уровень защиты кровь иммунной клетки, чтобы они были в нормальном рабочем состоянии, чтобы иммунная система наша в рабочем состоянии была. Для этого она должна быть всегда в тонусе, и чтобы наши иммунные клетки всегда были сытые, накормленные. И легкие это тоже четвертый уровень защиты, потому что аскорида, например, личиночная стадия, она происходит именно в легких, и здесь возникает активное воспаление, а когда происходит активное воспаление, образуется очень много тканевых гормонов, простагландинов, которые убивают вот эти все тоже клетки, личинки, и прилив крови к месту воспаления идет, из крови поступает очень много лимфоцитов, защитных клеток крови, которые также могут бороться с воспалением, и получается тоже вот это активное воспаление, а это и есть антипаразитарная защита. Так, и что же делать? Вы уже поняли, что и профилактически нужно проводить антипаразитарную программу обязательно, особенно любителям шишурков, выездных различных мероприятий, вот я сама очень люблю путешествовать по речкам, и на сплаве была, и по пещерам лазила, и в горы поднимались, вот, и понятно, что и условия там иногда не совсем, как говорится, соответствующие, но всегда нужно об этом помнить, поэтому я после лета всегда провожу антипаразитарную программу, что и вам тоже рекомендую, вот, но если все-таки у вас подозрили, у вас есть паразиты, что же делать, существует, конечно, в бицейне традиционное лечение, они высокоэффективны, если вам точно поставили диагноз, вот, установили, у вас апистархоз, знаете, вот, я же вот 18 лет врачом работала, да, в районной больнице, и помню женщину, которую, вы знаете, вот, обследовали, она худеет, у нее онкологии подозревали, и что только они подозревали, а у нее оказался апистархоз, представляете, да, очень много апистархов, они живут в желчных путях, и печени в желчевыделительных путях, да, естественно, если вам поставили такой диагноз, вам очень нужно будет медикаментозное лечение, оно, кстати, проводится короткими курсами, да, конечно, у него высокая эффективность, но это всегда синтетические лекарства, это всегда химическая основа, и, конечно же, без побочных эффектов здесь не обойтись. Что нужно здесь помнить? Если вам привели такое лечение, вам обязательно нужно восстановить организм, чтобы у вас восстановилась кишечная микрофлора, потому что она после химических синтетических лекарств, знаете, вся гибнет, и ничего там не остается, а это наши защитники, это наша, как говорится, профилактика будущих каких-то инфекций и инфекционных и паразитарных заболеваний, поэтому имейте в виду, что если вдруг вам провели такое лечение, и в этом необходимость была, то, значит, нужно обязательно это проводить. Конечно, очень много народных способов и чистого и наскополыни, полыни, кстати, великолепная свойства тоже, паразиты не любят горечи, запомните это, вот, и, конечно же, там имбирит, различные травяные отравы, но здесь очень трудно все это контролировать, получилось, не получилось, хотя, вы знаете, я знаю такие случаи, что вот и чесночные клизмы помогали детям при острицах, вот, ну, и, если длительно, вот, знаю уже молодого парня, вы прям любят чеснок, ест и ест, ест и ест, и у него тоже вышла аскорида, то есть, ну, имеет место быть, конечно, но самое эффективное, самое лучшее, это, конечно же, разработанные учеными комплексы, это биологически активные добавки с экстрактами трактами трав, есть даже экстракты фармакологического качества с определенными веществами, которые обладают антипаразитарным действием, и это природная основа, она абсолютно безопасна, отсутствуют побочные эффекты, конечно же, многостороннее воздействие комплексного состава, но здесь нужно соблюдение схемы, строгое соблюдение схемы. Нужно ли готовиться к этому? Если вы решили провести антипаразитарную программу, я всегда говорю, обязательно нужно, вот как в моем случае, смотрите, как сработало, три месяца пила истоки частоты, пропила тригель, все нормально, а есть у меня такие клиенты, особенно вот в начале в самом, были клиенты, которые пришли сразу, ой, хочу антипаразитарку, пробью тригель, пропили, и эффекта никакого, да, потом, значит, начинают искать какие-то другие методы, и, о, оказывается, работает, и они нисколько даже не придали значения, чтобы до этого они тригель тоже пропили, здесь имеет место, во-первых, обязательно нужно готовить организм, да, вот, и наши кишечные сорбенты, они в этом очень классно помогают, вот, рекомендую всем, кто хочет проводить антипаразитарную программу, все-таки подготовить организм, во-первых, это наши сорбенты, вот, есть и базовые фитосорбенты, есть кишечные фитосорбенты, вот, о составе тоже чуть позже скажу, но, все-таки, считаю, что 2-3 недели лучше всего начинать с сорбентов, дальше, вот, эльбифид, конечно, лучше уже после антипаразитарной программы пить, но некоторые даже рекомендуют и до, помочь кишечнику, кишечной микрофлоре восстановиться, потому что, если у вас длительный элементоз, то он может вообще у вас и даже не быть этих полезных лактобифидобактерий. Во всяком случае, любой случай индивидуальный, нужно всегда индивидуально подходить к каждому человеку, и может даже надо будет месяц подготовиться к антипаразитарной программе, чтобы стопроцентно получить результат. И, конечно же, это пик, замечательный пребиотик, природный айнулиновый концентрат, тоже имеет место быть, особенно, если вы хотите провести антипаразитарную программу у детей. Чаи – это великолепные помощники, даже на упаковке тригельма написано желательно провести или пропить или чай комфортное пищеварение или чай защиты печени, тоже 2-3 недели. И, конечно же, помощники нашей ЭПАМы, это эмульсия прополисная, активизированная, модернизированная, это и четвертый ЭПАМ очень хорошо будет работать, и одиннадцатый ЭПАМ. Одиннадцатый, он вообще антиаллергический, антитоксический и антипаразитарный программ. Здесь в основе всех ЭПАМов это настойка прополиса, это чилино-маточное молочко, и специфические экстракты, трав. Они здесь в малом количестве, но не дают организму именно ту энергию, которая поможет справиться с изгнанием паразитов из организма. И, друзья, всегда поступает вопрос, как же проводить антипаразитарную программу малышам. Знаете, я никогда не забуду этот случай, я тоже только начинала в корпорации, и вот мамочка, сейчас она уже лидер компании нашей, она лично рассказывала историю своей дочке. Дочке было четыре года, была жуткая крапивница, была жутко аллергичная девочка, и у нее ставили даже, доходило даже, что ей уже хотели поставить диагноз бронхиальную астму, астматический, бронхит был такой тяжелый всегда, естественно, девочку лечили, лечили, и вот здесь она познакомилась с корпорацией сибирской здоровья. Вы знаете, вот эти три продукта, очень простых, которые я рекомендую детям давать, вот они просто пили, 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 пили. Вы знаете, через шесть месяцев после этой программы вышла аскорида длиной 22 сантиметра. У ребенка 22 сантиметра. Они, конечно же, в баночку положили, педиатру понесли, показали. Как вы думаете, что было с этой девочкой дальше? Конечно же, полное выздоровление, и никакой астмы, никакой аллергии, больше ничего не было. Вот это очень показательный такой случай. Вот он, знаете, такой трудно, правда же, трудно такой забыть. И поэтому всем рекомендую детишкам проводить вот такую антипризитарную программу. Поверьте, и ПАМ, и ЧАЙ, и ПИК великолепно работают. ПИК проходил очень много клинических исследований, и на ПИКе особенно, знаете, эффективно при лимблиозе, то есть идет активная гибель паразитов, они начинают выходить из клеток, скапливаться желчных пузыря, в желчном пузыре, и тут же происходит эвакуация с помощью чая, комфортное пищеварение. И ПАМ-11 дает силу, энергию, и также содержит эти антипризитарные травы, как даем. ПИК даем по одной кофейной ложечке утром натощак за 15 минут до еды. И ПАМ-11 одна капля на год жизни даем 3-4 раза в день, и чай завариваем, даем как напиток, вот сколько ребенок выпьет, столько выпьет. Обычно детки постарше любят его, он очень приятного вкуса, и выпивает целый стакан, да, а помладше детки, ну, полстакана выпили, самое главное здесь регулярность и длительность. Вот, если у вас есть вот эти все какие-то непонятные заболевания, да, вот рекомендую простейшей программы подавать длительно. ПИК как даем? Три недели даем, недельку отдыхаем, три недели даем, недельку отдыхаем, и ПАМы можно чередовать, можно давать одиннадцатый, закончился, даем четвертый, и тоже длительно, а чай уж можно вообще на постоянной основе принимать, всегда будет в порядке желудочно-кишечный тракт, тракт никаких гастритов не будет, никаких колитов не будет, колецититов не будет, великолепный чай обладает ферментативным действием, обладает спазмолитическим действием, спазм убирает и обладает еще и противоязвенным действием даже. Я помню, когда у нас внучка заболела ротовирусной инфекцией, мы вот как раз этот чай давали, корни в животик мазали и обходились даже без нож, без спазмолитиков, это все помогало снимать спазмы. И сейчас мы всей семьей очень любим этот чай, чуть что-нибудь переешь, тяжесть какая-то, да, чаек попил, все нормально, отличный чай, просто всем рекомендую иметь всегда. И, друзья, конечно, мы с вами подготовились, мы с вами попили фитосорпен, чай Эпам, замечательная подготовка, всегда рекомендую готовиться к антипаразитарным программам, и наша антипаразитарная программа, это комплексная, называется она тригель. Давайте с вами немножечко разберем, вот, как работает этот продукт. Во-первых, устранение паразитов, он не убивает этих паразитов, но он их обездвиживает. И с помощью таких вот средств, которые повышают перистальтику кишечника, перистальтику желчевыделительных систем, происходит очищение от токсинов и очищение от крупных паразитов. также идет восполнение недостатка витаминов, микроэлементов и, конечно же, восстановление иммунитета. Вот так работает этот комплексный, замечательный продукт. Первая формула это параллакс. Содержит цветки пижмы, экстракт сены, экстракт черемши, экстракт осины. Здесь комбинированное ослабительное действие трав, восстановление проходимости желчных путей, путей мягкой антипаразитарной действий на кишечник и на печеночных паразитов. Вы знаете, экстракт коры осины он вообще очень себя хорошо зарекомендовал, особенно томскими врачами доказана его антипаразитарная эффективность в 90% случаев. Кора осина также обладает антипротозойным действием, антигрибковым действием. И хотелось бы еще сказать, что и мочегонное действие, и противомикробное действие, то есть это позволяет ее использовать при всех заболеваниях ЖКТ. Также кора осина повышает иммунитет и улучшает процесс кроветворения и нормализует дыхание. Цветки пижмы в данном случае способствуют желчегонному эффект и также обладает антибактериальным противовоспалительным действием. также устраняет спазмы ЖКТ, обладает спазмолитическим действием. Черемша это экстракт черемши. Друзья, экстракты это вы понимаете, что это не просто травы, это активные вещества, выделенные из трав и положенные в этот инновационный продукт. И черемша оказывает и кровоочистительное действие, мочегонное действие, обладает антибактериальным действием и противогрибковым тоже действием обладает, это тоже очень важно, грибы это тоже паразит, так ведь? Противопротозойным действием, эффективно против трехмонат и, конечно же, антигельмидным действием, а также черемша еще обладает таким свойством, как восстанавливать нарушенный обмен веществ. Ну, про сену вы знаете, это очень мощное слабительное свойство, но кроме этого и антитоксическое действие есть у сена, здесь экстракт сена, не просто сена, и желчегонное также свойство имеется, а также у сена гепатопротекторные свойства. Вот такое вот действие, очень мягкое, если мы правильно провели подготовку, то нам будет комфортно это все делать. Еще очень важно здесь, конечно же, соблюдать питьевой режим и дать все-таки диету, то есть постараться на этот период, кстати, когда тригельм пьешь, я на себе даже прочувствовала, вот знаете, отбивать тяга к сладкому, потому что тригельм шикарно работает, если есть лимблиоз, вот это точно, это проверено уже даже лабораторными методами. И следующая формула это фитопар, это непосредственное противогельминтное действие, идет метрализация мелких кишечных паразитов, вот особенно лямбли, парализация идет паразитов желчевыделительной системы, парализация крупных паразитов в кишечнике и мощные желчегонные средства. И вот учеными уже абсолютно доказано, что эфирное масло пижмы, они обладают сильным и разносторонним антипаразитальным действием, особенно против аскоридов, астриц, лямбли, клонидов, аписторхов, малярийных пластмодиев, трихомонад, то есть целый спектр паразитов реагирует на цветки пижмы. Это и глистогонное свойство имеет, и противопротозойное действие цветки пижмы, и содержащиеся в цветках пижмы очень много содержится эфирных масел, которые оказывают и противовоспалительное действие, и за счет сильного желчегонного эффекта происходит стимуляция выведения паразитов из желчегонных путей. Вот с этим как раз связано. Вы знаете, что лямблии живут в желчегонных путях. И также цветки пижмы нормализуют перистальтику кишечника. Следующая трава, трава золототысячника. Вы знаете, я как-то наткнулась в интернете на статью, что из всех трав, вот трава золототысячника это самое лучшее глистогонное средство. Я тогда еще подумала, блин, как классно в тригельме у нас как раз эта трава и содержится. И благодаря гликозидам, которые входят в состав золототысячника растения, трава способна изгонять из организма гельминтов, обладает антисептическим и антимикробным действием. И очень много горечи содержится, поэтому и желчегонный эффект и также улучшает пищеварение. Ну, экстракт фенхеля вы все прекрасно знаете, что это великолепное противовоспалительное средство усиливает секреторную функцию желудка, кишечника, улучшает пищеварение даже маленьким детишкам при поликах кишечных. Вы знаете, есть чай детский, который содержит именно траву фенхеля, а у нас здесь экстракт фенхеля, и поэтому и грибковый здесь очень сильный эффект, и антисептический эффект, и противоглистный эффект, и кроме этого и мочегонная, и желчегонная, и также отхаркивающие свойства имеет экстракт фенхеля. Ну, великолепный состав тригельма, правда, да, и вот формула энтеровид, вы знаете, я ее очень люблю, вот мне очень нравится, некоторые, конечно, жалуются, что им не нравится это принимать, но мне вот почему-то на вкус очень нравится, если бы она отдельно выпускалась у нас, компания, я бы ее постоянно пила, мне прям ощущение вот чистоты сразу в ротовой полости, люблю я, правда, это. И формула третий энтеровид, это восстановление идет микрофлоры кишечника, идет, продолжается изгнание паразитов, тюба желчегонных путей и снижение антипаразитарного фона, что же содержит, давайте рассмотрим, во-первых, мед, натуральные порошки, гвоздики, пюре, калины, вот калина, здесь калина дикая, и пюре, вот калина содержит очень много витаминов и микроэлементов, и поэтому обладает вот общий укрепляющим свойством, что очень важно, правда, в данном случае способствует укрепление иммунитета. Дальше, эфирное масло бергамота обладает и антисептическим действием, вы знаете, и антимикробным действием, и ферментативное действие у бергамота, имбирь вообще природный антибиотик, имбирь мы тоже любим, при простуде всегда применяем, и также и противовоспалительное действие, и бронхолитическое действие, мочегонное, и антимикробное действие, и вот здесь имбирь очень хорошо работает против мелких паразитов, это различные стриптококки, это туберкулезная палочка, пневмококки, золотистые стафилококки, и вы знаете, тоже расскажу результат, вот сразу походу вспоминаю, у меня была клиентка, которая три года жила в браке, не могла забеременеть, и вот наконец-то она решилась, пошла обследоваться, вроде все неплохо, но ей поставили диагноз уриоплазмоз, пропила антибиотики, но беременность не наступала, через какое-то время опять сдала анализы, уриоплазмы опять показали, после первого как бы курса антибиотиков вроде бы не было ауриоплазмы, потом опять показала, и тут она познакомилась со мной по рекомендации, и она пропила сначала источничество, и подготовилась, потом триген, вы знаете, после этого у нее уже уриоплазма никогда не была обнаружена, и где-то через полгода наступила долгожданная беременность, вот такой результат, поэтому всем, у кого есть такие вот случаи, всем рекомендую обязательно пропивать триген, причем два курса сразу, и знаете, у меня только в памяти вот три-четыре случая, когда после истоков частоты триген, наступала беременность, если покопаться, наверное, еще даже будет, поэтому имбирь вот очень хорошо вот здесь работает именно против мелких паразитов, вообще весь комплекс триген хорошо работает и с мелкими вот уриоплазма, микоплазма, хламидия, вот эти все урогенитальные инфекции, они великолепно работают, ну и конечно гвоздика, гвоздика, она имеет специфический запах, и паразиты ее тоже не любят, и со времен ученые решили разобраться, стоило ли растений подобных столкновений, как говорится, количества жертв, и было выяснено, что гвоздика на самом деле обладает гистогонным свойством, уничтожает и круглых червей, астриц, аскорид, токсакороз, это собачья аскорида, и растения содержат эфирные вещества, которые оказывают антипризидарное действие не только на самих гельминтов, но и также на их речиночную стадию, что очень и очень важно, а также на яйцах листов влияет, и вот есть такое вещество в гвоздике, эфгенол называется, которое оказывает и антивирусное действие, и противогрибковое свойство имеет, и также подавляет гнилостную микрофлору у кишечника, вот, ну, на самом деле, если у кого-то есть дисбактериоз, вот, энтеровид прямо очень даже рекомендует пропивать отдельно даже, вот, и, кроме этого, гвоздика снимает спазбы желудка кишечника, нормализует пищеварение, действует как ветрогонное средство, устраняет метеоризм, и гвоздика стимулирует выработку ферментов, что тоже очень важно, улучшает аппетит, помогает при татшноте, при отрыжке, при рвоте, поэтому тригель, вот, если есть у кого-то проблема с желудочно-кишечным трактом, здесь, главное, это хорошо подготовиться, вот, потому что, если у вас гастрит, вот, нельзя, запомните, нельзя принимать тригель, есть стадия обострения, здесь, если есть гастрит, холецистит, колит какой-то непонятный, да, который постоянно вас беспокоит, вы не можете нормально принимать пищу, да, то здесь важно подготовиться, и вот эти все продукты, которые я перечислила, то есть, нужно где-то месяц-два подготовиться при хронических заболеваниях, пропивать спик, фитосорбенты, эльбифид, чаи, да, а потом уже пропивать тригель, вы знаете, эффект будет очень хороший, вот, самое главное здесь это набраться терпения, вот, и как все это принимать, знаете, в каждой упаковке схема применения есть, я не буду это подробно рассказывать, вы видите это на экране, и в каждой упаковке тригельма есть эта схема, какие нюансы, вот, например, когда мы интеравит начинаем принимать, вот, раньше у нас мерная ложечка была в упаковке, сейчас ее нет, то как принимать, знаете, я делаю очень просто, здесь по кофейной ложечке четыре раза в день, да, я делаю по чайной ложке два раза в день, утром и вечером, потому что днем мы все работаем, днем мы заняты, мы можем забыть это все пить, а вот капсулу мы утром и вечером принимаем после еды всегда, да, и вот это тоже интеравит, я тоже рекомендую вам не париться, да, а пить по чайной ложке два раза в день, утром и вечером, и, конечно же, использовать наши, продолжать использовать наши чаи, кстати, когда вы принимаете программу тригельм, я всем рекомендую на постоянной основе включить чай или комфортное пищеварение, или чай защиты печени, это будет только помогать вашему организму легче, комфортнее переносить эту программу, если вдруг у кого-то дискомфорт, я вот вообще, мне нравится пить гельм, я его с удовольствием всегда принимаю, и все комфортно происходит, вот, и чай, очень люблю, вот чай, трава жизни, всегда принимаю его вечером, убирается вся тяжесть, право подреберье, поэтому тоже рекомендую вам это использовать, а кто-то больше любит чай комфортное пищеварение, пожалуйста, выбирайте, можете и тот, и другой принимать утром и вечером, вот такая схема, что касается детей, детям 7 лет можно тоже принимать тригель, детям обязательно нужна подготовка, обязательно, запомните, если вы решили блистогонить ваших детей, две недели, обязательно готовим, даем детям пик, даем детям ИПАМ-11, и даем детям чай, если, если мблиоз, рекомендую ИПАМ-4, тогда принимать и чай защита печени, но обязательно перед тригельмом детям проводим подготовку две недели. Дальше, как мы даем тригель? Знаете, не нашла эту табличку, так вот, с новыми уже названиями, да, со старыми, есть, новыми, нет, просто запомните, все дозировки мы в сторону уменьшения в два раза уменьшаем, например, формула-1, здесь написано взрослому по одной капсуле три раза в день, мы даем одну капсулу один раз в день, все, утром дали, все. Дальше, когда присоединяется уже вторая формула, здесь написано три капсулы утром и две капсулы вечером, мы ребенку даем одну капсулу утром и одну капсулу вечером, все, а интеравиль даем по кофейной ложечке два раза в день, утром и вечером, вот, мне кажется, запомнить это очень просто и легко, и антипаразитарную программу, особенно если какие-то есть показания, обязательно надо проводить детям, а уж если после лета, то это всем точно, почему же весной нужно это проводить, но вы все понимаете, что весна это пробуждение, природа, да, природа активно начинает пробуждаться, размножаться, так скажем, и все наши паразиты, они тоже дети природы, им это тоже свойственно, идет период размножения, поэтому весной и осенью я рекомендую тригель пропивать абсолютно всем, чтобы этих непрошенных гасей у нас в организме не было, потому что столько от них правда проблем, что лучше всегда профилактировать, лучше всегда предупредить это, чем потом избавляться уже от не знаю кого, всегда нужно помнить курс 16 дней профилактический, если есть какие-то проблемы, особенно аллергии непонятные, особенно хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, аутоиммунные заболевания, вот почему аутоиммунные заболевания тоже нужно проводить антипризарную программу, потому что иммунная система все время в напряжении при аутоиммунных заболеваниях, и здесь очень уместно проводить антипризарную программу, несколько курсов, глядишь, может и заболевание само пройдет, хотя они, конечно, очень тяжелые, нужно разбираться с ними, но здесь показана антипризарная программа, и всегда нужно помнить, что возможно индивидуальное непереносимость, вы видите, состав очень богатый, семь только экстрактов, и трава есть, и цветки есть, и пижемы в данном случае, то есть возможная индивидуальная непереносимость, это надо знать. Дальше, обязательно соблюдать питьевой режим, обязательно, то есть употреблять не меньше двух литров жидкости взрослому человеку. Уже говорила, как вести себя при хронических заболеваниях, но тут главное подготовиться, месяц-два готовимся, потом пропиваем тригель. Я думаю, что если все правильно будет сделать, будет все нормально. Конечно же, тригель нельзя принимать, если очень много камней, особенно если их много, особенно если они размером от 5 миллиметров до сантиметра, начнете пить тригель, он очень желчегонит, вот по себе знаю, прям знаете, очень желчегонит он, и поэтому если есть камни, то в желчных пузырях и камни в мочевыделительных путях, потому что очень многие травы и экстракты трав, вы слышали уже обладать и мочегонным действием, то при камнях, конечно, нужно сначала избавляться от этого всего, да, есть целые программы, которые помогают это сделать, кстати, вот ИПАМ-4, знаете, недавно прочитала результат, ИПАМ-4, женщина принимала 4 пузыречка в месяц, то есть она не 3-4 раза в день принимала, а почаще, целый год, и у нее она избавлялась от камней в желчном пузыре, вот такой результат, поэтому у кого есть, надо пробовать, надо стараться это все привести в норму, вот, но если у вас желчный пузырь нафарширован камнями, то, конечно, тригельм вам пока нельзя, есть другие программы, ну, и самое главное соблюдать все этапы, все делать согласно вот этой схеме, и обязательно принимайте чай или комфортное пищеварение, здесь вот старое еще название написано, или комфортное пищеварение, или защита печени, и можно также принимать ИПАМ-4, в помощь организму, ИПАМ-4, самое главное, они дают клеткам энергию, энергию от самой природы, вот, друзья, вы знаете, наш организм, на самом деле, может все, и фармакология существует всего там 150 с лишним небольших лет, а до этого уже как-то человечество выжило, правильно, да, черви же не съели людей, и как раз вот наша программа, она тригельм, она абсолютно безопасна, она физиологична, если все соблюдать, все делать правильно, то результаты, конечно же, будут, и я всем вам желаю проводить эту программу, чтобы никаких непрошенных гостей в вашем организме не было, вот, я закончила, сейчас я отвечу на вопросы, пишите вопросы, пожалуйста, в чате, так, отвечу на вопросы, у меня есть еще около 10 минут, так, а можно ли проводить антипризарную программу, если, что, желчный пузырь, непонятно, если нет желчного пузыря, у вас удалили, можно проводить, можно, вот, если камни, я уже сказала, если есть просто холецистит, надо подготовиться и проводить можно, если много очень камней в желчном пузыре, то нельзя, а у нас у всех есть желчный пузырь, поэтому всем рекомендую проводить, так, добрый вечер, Татьяна, так, у меня вопрос, клиентка не может пить капсулы, знаете, можете высыпать эти капсулы, знаете, это горечи, если вы спокойно все это будете переносить, кстати, я еще хочу результат тоже рассказать, да, я вот, проблема паразитов, я всегда, проблема очищения всегда интересовалась, даже еще была незнакома, шанк прокшалану делала, там клизмы на закате делала, что только не делала до сибирского здоровья, то есть старала, понимала, что как важно очищаться, и тут я прочитала, значит, про тройчатку, да, это полынь, это гвоздика, и еще что-то забыла, да, и вот сидела, да, молола эту траву в кофемолке, да, делала такие порошочки, эти порошочки по схеме надо было принимать, тройчатка, тройчатка и валар, по-моему, создана была после уже, да, вот, знаете, я не смогла это пить, это настолько противно, настолько горько, я вроде начала, начала, да, там сначала один порошочек один раз в день, потом два раза в день, потом три раза в день, потом сколько-то пить, три раза в день, потом на уменьшение, и вот целая схема была, да, я не смогла пить, если вы спокойно к этому относитесь, потому что если вы начнете капсулы высыпать в чай, то это будет горько, правда, да, вот, но в принципе это возможно, вы можете эти капсулы растворять в чае и принимать в растворенном виде, там травы, там экстракты, там цветки, пижмы, когда можно, из-за чего это происходит, трудно сказать, попробуйте магний попить спазм, может быть дефицит магния и вот этот ком и спазм стоять, поэтому попейте магний по 3 капсулы утром и вечером, я думаю, что может даже сработать это. Так, противопоказания к тригелям, что порекомендовать, кишечный фитосорбент, пик и пам, и да, совершенно верно, потому что и ЭПАМ-11, и пик, пик вообще для детей, почему рекомендуется, у него очень хорошая функция детоксикации тоже, и для детей она мягко работает и нормально, кстати, на пике очень часто бывает сыпь, вот сам по себе пик не может вызывать аллергическую реакцию, это уже клинические исследования очень много по пику проводилось в Новосибирске, и если на пик есть сыпь, это однозначно у вас или лямбли вышли в просвет желчного пузыря, или другие какие-то мелкие паразиты, не надо этого бояться, друзья, не надо, потому что это говорит о том, что идет детоксикация, надо здесь перетерпеть, это сыпь через 2-3-4 дня проходит, самое главное здесь сдавать много, пить ребенку, да, комфортное чай, комфортное пищеварение, и это все пройдет. У меня, знаете, вот несколько, две мамочки, вот помню, да, они, ой, у меня на пик аллергия, я начала давать пику сыпью, ребенок покрылся, я больше не буду давать. Вот я, конечно, объясняла им, рассказывала, но они, знаете, в панике бросали и все, и продолжали дети болеть. Ну что скажешь, вот на пик может быть такая реакция, не надо этого пугаться. Это вот как раз, я читала клинические исследования, это как раз характерно, если у ребенка лямбли, если есть какие-то мелкие паразиты в организме, да, вот на пик будет такая реакция. Но хочу сказать, что эта пик, эта сыпь не вызывает никаких дискомфортов, ну просто она появилась на теле, через 2-3-4 дня она проходит, если продолжаем давать, и если хорошая эвакуация идет из кишечника. Вот совершенно верно, фитосорбент кишечный, ИПАМ-11, чай комфортное пищеварение, можете принимать. Так, если аллергия на мед, можно заменить энтеровид? Ну, если аллергия на мед, да, конечно, вам энтеровид нельзя будет пить. Что здесь? Знаете, если вы добавите кишечный фитосорбент или пик, ну, вреда точно не будет, это точно. Так, мы тоже обожаем формулу 3-3-гельма, да, я тоже очень люблю. Так, принимала 3-гельм после подготовки, при временем во время жидкого стула, было, короче, 1-3, довольно обильно. Чем это можно объяснить? Я не уверена, что у меня паразиты. Друзья, вам продукция показывает, что у вас в кишечнике не все в порядке, поэтому вам нужно обследоваться. Нет, вы не сорвали себе желудок, просто вам нужно обследоваться и точно узнать диагноз. Может быть, у вас там неспецифический язвенный колит, может быть, еще какое-то заболевание, да. Это не продукция. Эта продукция вам показала, что у вас там проблема, и вы должны быть благодарны, что на какой-то ранней стадии может вы что-то обнаружите и вовремя пролечитесь. Может ли на фоне тригельма появиться аллергия, если сильно крутит живот, как быть? Еще раз. Да, может проявиться аллергия, может вы какой-то компонент не переносите. Я еще раз говорю, что мы все разные, абсолютно чувствительность даже к траве у всех разная. Может, у вас фермента какого-то нет, не вообще генетически, который бы переваривал, усваивал ту или иную траву, да. Поэтому может индивидуальная непереносимость быть. Если сильно крутит живот, то здесь помогает чай, комфортное пищеварение и ПАМ-11. Применяйте. И ПАМ-11, если очень сильно крутит, можно даже покапать каждые два часа, не обязательно три раза в день. При удаленном желчном пузыре принимать тригель можно. Здесь самое главное – соблюдать диету, то есть пищу нужно принимать маленькими порциями. Что такое желчный пузырь? Это просто резервуар для желчи. Природа эта придумана для того, что мы не всегда можем вовремя покушать. А когда мы добираемся до еды, мы можем много-много съесть пищи. И здесь как раз идет выбор желчи из желчного пузыря, той, которая накопилась. У кого удален желчный пузырь, просто нет этого резервуара. И вам нужно кушать маленькими порциями пищу и вовремя. Нельзя здесь никаких промежутков длительных вызывать. Нельзя. Поэтому тригель принимать можно при желчном пузыре, только осторожно, так скажем. Можно ли принимать днем во время дель-бифит? Если у вас нормальной реакции на тригель, нет вот этих изнуряющих поносов, почему бы нет? Во время еды в обед можно принимать тригель. Вы только будете способствовать нормализации кишечной микрофлоры. А микрофлора, она любит травы. Так, удаление желчного пузыря. На этот вопрос я ответила. Стоит ли принимать другие БАДы витамины во время приема тригельма? Так, ну, если мы задались такой целью изгнать паразитов, да, то зачем мы будем принимать витамины? Мы же хотим их изгнать. Нам нужно все сделать для того, зачем мы будем их кормить этими витаминами. Я считаю, что это нерационально. Вот, лучше, знаете, что можно во время тригельма принимать? Это синхронитал 4 помочь печени, это чаи пить, это эпамы принимать, да, вот, ну, и антиоксиданты можно принимать, легче будет переноситься тоже тригель, да. Все остальное, я считаю, что не надо принимать. Так, друзья, благодарю вас за отзывы. Так, слышала, что когда виталина, то это паразиты. Это что такое? Я не поняла, что за виталина. Что вы порекомендуете попить после тригельма? После тригельма обязательно принимаем или бифит не менее двух месяцев. То есть мы заселяем кишечник в нормальную микрофлору. Я уже говорила, что тригельм может работать также против гнилостной микрофлоры. Давайте поможем кишечнику быстрее нормализоваться, да, и заселим нормальную кишечную микрофлору. То есть принимаем, можно принимать пик, это пребиотик. Вот на пике микрофлора очень хорошо растет, размножается. Поэтому пик, эльбифит, чаи, эпама, все это можно принимать в течение двух-трех месяцев. Будет все очень классно. Так, благодарю вас за отзывы позитивные. Надеюсь, было вам полезно. Пропила тригельм после истоков все 16 дней была привязана к туалету. Второе, короче, стоит начинать. Осенью такого не было со мной. Но я считаю, что нет, не стоит. Вы лучше попейте пик, эльбифит. То есть нужно восстановить кишечную микрофлору. Видимо, у вас она была нарушена. Так, в течение двух месяцев точно. И я считаю, что по одной капсуле эльбифит надо давать детям. А взрослому человеку все-таки надо две капсулы принимать. Два месяца по две капсулы. Это очень хорошо работает на себе. Все это проверено. Эльбифит. Так, эльбифит принимаем. Я уже сказала, да, эльбифит принимаем. Если стул... Не Виталиго, а Витилиго, наверное. Да, вы имеете в виду Витилиго. Но Витилиго – это очень сложное заболевание. Здесь, конечно, может быть связано и с поражением клеток печени. Цитомигаловирусная инфекция. Это тоже Витилиго. Паразиты, да. И так, Витилиго. Но здесь еще нарушен обмен меланина. И больше связано все-таки с поражением клеток печени. Но я думаю, что тоже стоит пропивать при Витилиго, да, потому что одна из теорий... Вы знаете, до сих пор это непонятное заболевание, почему оно происходит. Но одна из теорий гласит, что клетки печени поражены вот этой цитомигаловирусной инфекцией. И поэтому и обмен нарушается. Поэтому пропивать рекомендую. Так, спасибо за ваш ответ. Спасибо за ваши отзывы, друзья. И самое главное, спасибо за ваши результаты. Все вот результаты, которые я рассказала, это же результаты клиентов. Я рассказывала точно только свои результаты по ходу, которые наблюдала у своих клиентов. Стоит ли пить кишечный фитосорбент после курса три гельма? Знаете, в некотором случае можно и попить. Потому что это клетчатка, там содержится горечи. Если хотите усилить, то почему бы не попить? Так, на кишечный фитосорбент. Так, ну здесь надо разбираться. Кишечный фитосорбент, там тоже сложный состав. И там тоже, вот кишечный фитосорбент, это и чабрец содержится, тимьян тоже антибактериальным действием обладает. И артишок содержится. Так, и клетчатка содержится. И цветки пижмы там содержатся. Там очень богатый состав, но вот понимаете, трудно очень сказать здесь, будет ли аллергия на три гельма. Если на цветки пижмы у вас аллергия, то на три гельма тоже будет аллергия. Но трудно сказать. Рекомендую здесь, знаете, как сделать? Попить ПИК, ИПАМ-11, да, Эльбифид. Пропить чаи, комфортное пищеварение там, и несколько месяцев так, да. Масло Барага, Амаранта можно добавить. А потом еще раз попробовать. Может, и уже и не будет. Так, пьем витамины. Так, вот после три гельма можно подключать. Как только стул наладился, все, можно с Эльбифидом уже все подключать. Так. Друзья, на все вопросы я ответила. Благодарю всех за ваши отзывы. Благодарю своих клиентов всех и всех, не только своих, а всех клиентов за такие замечательные результаты. Всего доброго. До свидания. До следующих встреч. Продолжение следует.